здравствуйте с вами Алла Дворецкова и вы смотрите передачу о мелочах из жизни и сегодня наша тема если жизнь после разводов и какая она и у меня в гостях председатель общественной палаты Александр Викторович Чепухин трижды в разводе и также Екатерина Шарипова арт-директор ресторана Day&Night и шеф-редактор журнала Дорогое удовольствие один раз в разводе да пока да я сейчас для начала приведу такую статистику по нашему городу в Ульяновске значит только за 2018 год заключили брак вслушайтесь в цифру 696 а расторгли цифры 692 сразу же напрашивается вопрос ну почему почему так происходит что на это влияние влияет раннее вступление в брак прошла любовь измены ну как так происходит расторгли не те которые заключили правильно это же какие-то предыдущие а если я просто не стала в предыдущие годы брать там в принципе то же самое практически даже если зависит год и за 16 и за 17 брать получается что все равно с каждым годом те кто заключает брак они потом все равно жизнь течет да на месте не стоит да верно а давайте не будем отклоняться от вопросов почему факторов на самом деле все что перечислила и прошла любовь и ранее вступление в брак и измены я не знаю какие-то а может быть в каждом браке по-разному естественно естественно на какого-то однообразие и я считаю что если мы возьмем все 692 случая разводов в причину будут совершенно разные даже если вот у меня их там было несколько они тоже все были по разным причины были конечно а вот можно ли было избежать разводов или это все-таки неизбежно другая пацана дали то есть вот так вот да если достигнуто согласие сторон да если сохраняются нормально я даже не сказал человеческие дружественные отношения когда мы вместе воспитываем детей то есть независимо от того что там проживаем отдельно а зачем какой смысл если два человека не видят никакого смысла дальше продолжать свои совместное проживание да я не говорю об отношениях они как я уже сказал могут оставаться когда тем более есть дети да то есть это нормально это общение это обсуждение там где дети должны учиться то есть всех каких-то для них там покупок и так далее совместно проживание ну что если две стороны решили какой смысл какие-то там усилия прилагать зачем прилагать усилия у вас как можно было это избежать я были все таки на глазах на зачем дело не в эмоциях абсолютно это не было там решение на фоне каких-то там эмоций эмоции это мы просто вот просто один день мы решили так сделать поэтому хорошо и разные решения бывают вот допустим со своей второй супругой но получилось так что она коренная москвичка да я 15 лет жил в москве мы жили вместе у нас была семья у нас все было там имущество и так далее и квартиры и дачи все как положено это тогда в то время занимался бизнесом но получилось так что как-то вот родина меня утянула я сюда начал приезжать в 2005 году ну и так очень сильно начал замечать те изменения то есть 90-е годы меня обратно не тяну то есть родина вас вы не стали свет на улицах начал появляться супермаркет то есть совершенно жизнь в корне в ульянске изменилась да я для себя такое решение принял меня была родная земля где родился вырос но можно же был приехать где работал но мы здесь разошлись мнениях то есть у нее жизнь там сложилась она выросла там она выросла родилась в москве да у меня моя жизнь частично прошла здесь ну поэтому вот мы пришли к такому обоюдному согласию основная причина была что каждый будет жить той жизнь которая нравится а уж решить там вопросы ребенка и содержание тут вообще у нас проблем никаких не было первых я все имущество там оставил они там живут и я думаю просто сколько у вас продлился брак 1 7 7 лет может быть просто любовь подугасла иначе если бы были сильные чувства мне кажется не смогли бы так понимаете что не то время когда там за декабристами в сибири тогда немножко времена отменяется наверное люди более самостоятельного и женщина становится более самостоятельная в этом их полностью поддерживаю зато у нее там открылись новые таланты если она там какое-то время должен вынуждена было учиться на экономиста потому что они хоть и в москве очень сложно жили в 90-е годы и работал бухгалтером но у нее всегда тяга была рисовать она после этого стал художником закончила школу художественную и тоже и морально и материально помогал эту школу заканчивать хотя мы уже в браке не состояли нарисую сейчас прекрасной картиной как бы и горжусь и рад за нее он тоже в инстаграме а вот разводы они способствуют как раз таки развитию каких-то способностей это какой-то новый толчок или наоборот я наблюдаю даже не своей практике вот для именно для женщин почему-то чаще происходит новое открытие появляется новая жизнь да они начинают там некоторые заниматься бизнесом и заниматься тем о чем бы они не думали вот например в том предыдущем браке то есть а для мужчин тогда как разводы сказываются как-то я вот на женщину больше это замечаю что для них какой-то толчок развития что с каждым разводом мужчина расцветает может быть я больше за женщинами наблюдаю чем за мужчинами может быть из-за этого но тут я бы не сказал что какие-то вот мужчина развелся и все его понесло он стал великим бизнесменом цвести и пахнуть а вот у женщин это бывает хорошо по статистике за 2017 год в ульяновской области было расторгнуто 4847 браков из них 3810 по решению суда и 982 по взаимному согласию а зачем решение суда вот я бы хотела к вам как раз обратиться как было у вас как бы вы посоветовали решать эти вопросы я понимаю что иногда бывает так как в русских пословицах там от любви до ненависти один шаг но я считаю что не нужно никогда до этого доводить и не нужно терять человеческие отношения и не нужно превращаться каких там животных и что-то делить отделит там добычу пищу это животных не люди люди должны цивилизованно к этим у меня даже вот задавали вопрос а что делать если бывший муж не платит алименты не потому что не может а потому что не хочет ну и зима опять же на какой человек тогда какой он отец если там есть его ребенок ну как может человек на тесном не содержать своего ребенка ну как это вообще возможно а вот кстати есть различные формы но не взять даже алименты если ну если я просто содержу и даю на это деньги зачем какие-то алименты зачем какие-то суды а вот что-то можно как-то решить вот таким женщинам в этой ситуации или я скажу так если уж ситуация так складывается наверно вариантов других и абсолютно нет то есть ничего не докажешь да допустим что у человека есть доход то есть это очень долго и бессмысленно то есть остается надеяться на совесть наших мужчин вопрос совести потом дети же они вырастают и наверное они все это да могут осознать и какие-то свои выводы сделать то есть этот человек то должен это оценивать вот наверное больше на информационные политики и пропаганду наверное нужно на это направлять не важно моральные да не важно на развелся не раз ты отец мало того что ты отец ты должен еще и помогать матери ребенка ведь на ней колоссальная нагрузка то там собрать школу привести школу там делать уроки мы конкретно тоже поговорим стирать варить это все же остается на женщине мужчин что ха-ха-ха свободен до редкий случай когда дети остаются с мужчиной от ретки но чаще то нагрузка на женщина ей еще работать нужно в некоторых случаях когда не хватает того обеспечения который там мужчина может обеспечить не все же там не хотят некоторые ну у всех же разные способности кто-то и не может поэтому я считаю что вообще даже и по жизни на женщин ответственности нагрузка гораздо больше особенно в современном мире если раньше там мужчины на войну уходили территории завоевывали от медведей очаг защищали сейчас у мужчин то нет такой обязанности медведей отгонять от пещеры екатерина как у вас было и что вы вот как женщина посоветуете у нас было обоюдно то есть уже спокойно пошли по-человечески по-человечески там написали заявление расписали что мы больше не хотим вместе жить я даже не подавала на алименты и просто ежемесячно он выплачивает мне сумму просто помогает который он может да которая вот ну для него является но у вас все устраивает ну как бы да я не могу просить больше это то что он может дать а как получилось допустим у вас равноценно это получилось или вот получается папа остался без ничего все оставил вам и сам ушел просто вот своим вещами как это было будет смотреть этот эфир нет мы ушли с дочкой он остался то есть не было такого самопожертвования да что все все вам нет нет мы с дочкой ушли он остался в той квартире в которой то есть в основном получается вы возложили на себя многие обязанности по обеспечению дочери и по вашему дальнейшему проживанию но тем не менее спасибо бывшему мужу он помогает мне с ребенком часто очень берет ее на секции то есть мы кстати тоже поговорим об этом поподробнее и вот сейчас хочу чтобы все постепенно у нас плавно было вот брачный контракт это спасение от развода или помощь как вот вы считаете я не знаю я никогда не заключал эти контракты потому что у меня какие-то другие принципе есть такие решения предпринимаются наверное все таки у меня больше сил и возможности начать новую жизнь там построить дом и купить квартиру и так далее чем у женщины которая остается с ребенком и с теми заботами которым о которых я сейчас говорил поэтому какой смысл когда я всегда все оставляю нечего заключать что он даст наверное это больше гарантий для женщин но опять же вопрос на ну а что это тогда за а если вот допустим у мужчины мужчина олигарх и у него очень много визе виллы дачи и как вот в таком случае а что это тогда за отношения если они начинаются с брачного контракта ну какие то это тогда бизнес брак то есть женщина может заключить по собственному желанию брачный контракт если у нее есть допустим свое имущество вдруг она как-то боится как вот вы считаете или вообще это не но все это могут но это уже бизнес брак это уже там не какие-то там чувства изначально с какими рисками до вступаешь в отношения как-то с негативом вот это входишь я понимаю вы эти цивилизованные формы но это как-то в наш менталитет от него кладутся и тут больше не кажется не доросли мы да мне кажется еще с того поколения что для нас это чуждать наверное не на или мы нация которая живет чувствами все-таки или мы превратимся в прагматиков я сомневаюсь что мы станем прагматиками как вот наш там соседи из европы и что и к чему дальше это приводит мы тоже это наблюдаем в той же европе вот очень такой важный вопрос как объяснить детям что папа больше не будет жить с ними очень важный момент мне как-то наверное ну может повезло если это вообще можно так назвать мы ушли когда дочка была совсем маленькая то есть кое было два с половиной и она по сути для нее к сожалению это нормально сейчас что папа живет отдельно мама живет отдельно да к сожалению она не видела она не помнит другой жизни то есть она спрашивает иногда говорит мне что там а мне там бабушка сказал что мы раньше жили вот в той квартире там с папой и с тобой я говорю да она говорит я не помню я говорю то есть у нее нет даже вот этого общего представления когда папа и мама вместе когда пока для ребенка мир это мама и папа то есть нет вот этого до ощущения у ребенка как как у вас я вам скажу так вот к великому сожалению даже живя в браке меня дом не я не говорю о том что там где-то если я там пол шестого уезжал на работу и приезжал половину двенадцатого то есть они меня не утром не видели они спали не вечером не видели они спали к великому сожалению вот но так было почему я это и принимала это решение год назад когда уходил из государственной службы до этого и в бизнесе работал на в таком же графике что как-то каком причина вообще вот в этом тоже есть причина допустим и предыдущего брак но не видел я их мы фактически не жили вместе ну что там приехал переночевал там оделся уехал что это жизнь это неправильно наконец-то это решение принял все-таки и в пользу семьи год назад уйдя из государственной службы а теперь я детей всех вижу да они раньше все у меня собирались на каникулу то есть они у меня все дружные хоть от разных браков он пацаны в одной кровати спятые везде вместе в обнимку ходят а бывшие жены как с друг другом общаются или только дети через вас за зимние некоторые общаются а так но нет такой необходимости что пришли там каникулы все ко мне приехали все у меня живут конечно я понимаю я знаю на мою жену это достаточно большая нагрузка ну спасибо ей огромное что она во первых она с осознанием и с пониманием отнеслась я же ничего не скрывал когда и предлагал выйти замуж и она сейчас это эту нагрузку на себе несет но вы можете представить что такое пятеро детей в одном доме даже пусть это каникул но летние это три месяца как перемещаться всем это что это одна великая проблема я вынужден вот ездить на машине с тремя рядами сидений для того чтобы мы вместе могли куда-то выехать и не пришлось бы нам вот ехать на двух машинах есть такая проблема ее кстати в общественной палате обсуждали что ну слава богу я там могу заработать но есть семьи которым нужно помогать многодетные покупать такие машины потому что это проблема из проблем и не только многодетным отечественного транспорта такого класса нет а если у вас там больше троих детей извините меня вы на стандартной машине никуда уже не поедете четырьмя детьми абсолютно все ваши все выезды закрыты вот все таки скажите но как вот объяснить детям у вас же все-таки возраст они были немаленькие у вас наверное разные был возраст уже у меня сейчас дочери 20 лет а вот мы еще и ждем шестого то есть поздравляю разброс то очень большой но они у меня все дружные вопросы они не задавали старшие все прекрасно понимают все младший он бегает друг с другом веселяться и мы так хорошо зачем там вопросы задавать но не было никаких обид не было ревности то что вот папа теперь с нами видится реже теперь он в другом доме папа с ними и тогда не виделся о чем я уже и сказал к великому сожалению я только вот то есть вас последний год начал ощущать вот это счастье прелесть находиться с детьми может быть мужчине это приходит позже с каким-то возрастом наверное в этом тоже что-то есть какое-то осознание что в жизни в конце концов надо что-то менять иначе она пролетит во всей этой гонке и младшие вырастут и ты их увидишь уже двадцатилетними это же тоже неправильно в этом тоже нужно находить силы чтобы что-то изменить жизнь но сейчас я просто счастливый человек я всех могу видеть в любое время но за вычетом того времени что я трачу на свою работу и плюс еще на общественную палату ну в любом случае мне время больше стало вот скажите сколько нужно денег на содержание детей вы получаете элементы не платите вы просто обеспечиваете содержите их как у вас получается получилось так что у меня же я 15 лет прожил в москве у меня же там есть бизнес поэтому вот когда я на государственную службу переходил я от него отказался и вышел из всех долей и вот все это перешло ближе к женам и детям то есть официально алименты вы не не выплачиваете то есть вот какой смысл да им этих денег хватает но вот что вы как вы помогаете детям успел вот создать еще до переезда в ульяновской области как вы помогаете детям вы получается там что-то платите за образование за школу они распоряжаются сами то есть они сами решение принимать какую-то там одежду покупать куда там ехать вы просто деньги именно конечно зачем я буду вмешиваться что я буду им рассказывать какого цвета кроссовки надо сын купить ну зачем женщина же есть ей дайте деньги сама все решили насколько вот примерно нужно денег чтобы обеспечить вот всех детей получается 5 сейчас у вас шестой ну вы знаете все же в разных условиях я понимаю что я своих детей не делю у них все во всех семьях все одинаково чтобы не было никаких разговоров что кому-то там больше кому-то меньше у нас этого точно нет и все прекрасно знают у кого кто на какие деньги живет ну я не хочу об этом публично говорить мы же не для этого собрались обсуждать сколько чепухин платит на содержание детей хотя я это не стал бы называть платит на содержание это моя обязанность ну то есть ваши дети можно сказать не в чем не нуждаются не допустим не так что вы даете вот просто на питание в школе до чтобы они просто вот оделись обуви не ходит то есть все довольны и счастливы да да пешком на дальние расстояния тоже не ходят ни они ни их матери всем необходимым вы обеспечили если бы это было не так если бы у меня были какие-то конфликты я человек достаточно публичный это обязательно где-то вылезло в любое публичное пространство потому что были такие попытки в 2014 году в публичном пространстве вот этот раздрай устроить но из-за моих бывших жен кто-то что-то там добавил до этого они наоборот были все возмущены вот теми публикациями это зачем они это пишут что у нас все хорошо слава богу а вот и чем более финансово независим человек тем проще пойти на развод как вот есть прямая связь я думаю что да как как женщина скажу что наверное если там жена сидит дома не работает ей некуда уйти и некому идти некому помочь ей конечно она будет до последнего если страны мужа какие-то да идут негативные моменты сторона будет терпеть до последнего потому что ей некуда уйти невозможно это сделать я думаю что да в отношении мужчины финансовой независимости имеет прямое отношение что мужчина может финансово от женщин быть зависит есть браки когда они живут на 50 тысяч рублей нажитыми совместно и как распределяют на ипотеку еще куда-то совместно это одно но чтобы там мужчина женщина зависит не знаю меня нет таких друзей я не могу судить я не знаю таких людей я только могу судить потому что вот я вижу как все остальные живут но конфликт в тоже если идти друзей много попадалось то что мы все разные мужчины разные бывают и женщины бывают разные не всегда можно найти но вот допустим скажем так бедный мужчина который зарабатывает меньше чем супруга он менее как бы сказать он может быть не разведется даже если есть к этому предпосылки или нет такой взаимосвязи он скажет то есть такого вообще быть не должно ну неправильно неправильно это ну как мужчин может зарабатывать меньше женщин но всякое бывает но бывают исключения из правил на и не считает правильно и не что вообще содержатель очага и когда вот иногда он читаешь в том же фейсбуке это нытье и когда там мужчина начинает ныть но и стыдить работать работа сколько работ полно везде ее работать надо ее надо найти просто ее работать это женщин там может у нее есть такое право они должны быть слабее на жизнь пожалуйста еще на что-то но не мужики же конце концов ну как так почему он должен меньше женщин зарабатывать а вот вставал ли такой ворота женщина на охоту ходили на медведя сейчас 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 в современном мире все еще может быть да может быть сейчас мужчина может лежать на диване а супруга крутится вертеть посмотреть там лет 30 назад когда еще были первые секретари райкомов когда еще был ссср много женщин было первых секретарей райкома нет а сейчас сколько глав администрации женщин но это вот в чем причина потому что мужчины не работают и женщина возлагает все на свои плечи или все-таки женщины потеряли свое вот это вот естество как оно должно быть что она хранительница очага она ждет мужчина он добытчик почему так сложно понять наверное все таки уклада жизни меняется как вот я в самом начале привел пример что и у мужчин обязательно стало меньше своих вот истин мужских и женщина тут где-то шустрее проворотливее и на них и ответственности больше если мужчины рядом нет если нет от него помощи но что остается женщине как самой грызть весь этот гранит на зарабатывать деньги дальше это вопрос карьеры почему мы сейчас и видим прекрасных там глав администрации муниципальных образований женщины у них все получается то есть вот какое-то наверное замещение они вставали такой вопрос с кем будут жить дети все-таки у вас есть взрослые может быть было такое что вот там дочка или сын я вот хочу жить с папой не было такого нет мы даже не обсуждали обсуждался даже этот момент что я там бытовом плане чем я им как часто получается если бы дочь а это наоборот она бы мне варил они есть все таки какие-то нормальные обязанности как часто получается вы видитесь то есть какой именно вклад вы вносите воспитание детей но сейчас я вам скажу вот кроме каникул у нас еще есть прекрасная возможность меня теперь выходные измей суббот с воскресенье поэтому деревне все вместе собираемся по выходным бывают какие-то выходные с другими планами ну вот чаще всего до чаще всего собираемся у вас как максимум есть в этом какой-то прогал или достаточно общения с папой да я думаю что достаточно а вот сколько достаточно общения вот она у него может быть два дня в неделю может быть три дня в неделю то есть мы не ограничиваем вот бывает что можем списаться с ним днем он говорит там я могу сегодня забрать себе ты не против я не против он берет и так далее то есть или он пишет я сегодня не могу ее забрать то есть забираем и из сада там я там получается уже новая семья или нет он один то есть в принципе два раза в неделю достаточно чтобы они полноценно вместе вдвоем пример нормальных цивилизованных отношений так и должно быть но второй вопрос правильно так наводочку далее вот когда женится главное чтобы чтобы не прекратилось это да да и так вот все посмотришь там помните там сериал был санта барбара там и так далее то есть иногда такие сравнения проскальзывают главное чтобы дети тоже понимали и с уважением относились к той женщине которая их принимает домик в конце концов мало того что еду готовит там и постель стирает и в доме убирается то есть тут никаких не должно быть козни и розни хоть у меня и дочь старше ей 20 лет и между женой и дочери там 7 лет разница у них прекрасное отношение не говоря уж о пацанах то есть они все уважают у меня жена на гитаре играть песни прекрасный поет то есть ребятишки от нее восторг я думаю это от матери идет в любом случае то как ты настроишь ребенка когда ты отправляешь его другое другое а сама связь отца с детьми она все-таки утрачивается раз папа не может каждый день укладывать ребенка или отвозить там школу в садик а что такое связь в вашем понимании у нас выражается связь ведь когда папа укладывается спать когда он читает книжку когда он может отводить себя в сад когда он участвует постоянно ежедневно твоя жизнь может не видеть 20 лет отца и потом узнать о нем вцепиться в него в его объятия и не отпускать его следующие 20 лет здесь вопрос связи там она же генетическая связь на к это кармическое я немножко говорю о другой я выросла в той семье когда у мои родители живут и по сей день счастливы я четко помню вот эти все ощущения представления когда мы всегда были вместе у меня и папа с мамой всю жизнь работали вместе я всегда на работе и они у меня рядом то есть я четко на протяжении всей жизни ощущала вот у меня папа вот у меня мама у меня не было таких наверное в шесть часов вечера приходил с работы нет нормальный был папа как культработник у них очень часто там тоже спектакли допоздна и помню меня и оставляли тоже сидеть там и с бабушками часто это было и поездки когда они участвовали но все равно вот это вот взаимосвязь отца я не говорю что я постоянно допустим сидел у него на коленках когда я уже была взрослой но вот когда я была маленькой я постоянно ощущал вот действительно как вот эти вот два мира мама и папа самые близкие для меня люди вот я хочу спросить это связь она не теряется она также что вот мама и папа и любишь их одинаково я думаю что да наверное здесь только разница есть большая ведь есть мужское восприятие семья и женское вот у вас женское восприятие на коленочке посидеть по головке погодить но у меня вот такой нужды не было чтобы я там у папы там на коленочке сидел у меня по голове гладили даже у меня такого не было это у каждого своя семья то есть у кого-то там например строгие родители у меня есть папой связь но у меня нет такого там прийти там обнять его ну как-то строгое воспитание такое да поэтому я и говорю что это вопрос такой двоякий я вот согласна что это больше кармическое и как бы она либо есть либо ее нет поэтому моего ребенка точно есть связь с папой и они как одно целое в любом случае неважно то есть расстояние не влияет и время пребывания на такое маленькое как в одном городе не влияет конечно не видится каждую неделю поэтому это же не разные страны и потому что у меня вот есть знакомый который там в девяносто восьмом году мама с маленькой дочкой уехали в австралию на постоянное место жительства то вышла замуж а отец остался в москве у него там есть какие-то возможности там раз три года приезжает но связь то у них есть и она сейчас москву прилетает и обнимашки и переписки сейчас тем более вот эта штука восполняет у нас у нас группа вконтакте где у меня я где моя жена где все дети в этой группе основная связь через интернет сейчас не было двух часов чтобы мы там не общались между собой обязательно кто-то там меня вовка и гор там вика обязательно кто-то на связи за это мы что-то там обсуждаем то есть это шикарная возможность а то что касается воспоминания мужские и женские они действительно разные женские могут быть разные я вот например вспоминаю там я москвичу отца беспрос ну как сейчас угнал да покатался поставил на место он знал и он меня не прибил за это да вот такая тема верно ли что жена должна быть хорошей любовницей и это спасение от разводов мужчина никуда не убежит это не спасение но это важно это один из один из важных пунктов или это самый первый пункт самый не самый первый не самый первый но это важно но это не является решением а как же вот наши старые добрые на на чем мы воспитывали что путь к мужчине лежит через желудок это сейчас опять же испортили весь мир желудок он иди в макдональдс он иди там в антресоль еще куда-то с желудком нет проблем сейчас то есть и у меня таких каких-то тоже требует не что там щи иди там не варит во первых я когда есть время сам с удовольствием могу сделать да при наличии определенных условий дров печки и так далее деревне во вторых прекрасно понимать что и женат там нагружен перегружен чтобы проще вон дорогу но перейти куда исходить получается какие моменты должны быть для счастливого брака там уважение регулярный секс взаимосвязь что что должно просто немножко возразить как self-made woman почему должна быть женщина хорошей любовницы а мужчина не от него не ушли тоже важно это до такой момент но тут еще важно да кто инициатор не бывает же на редко бывает что обе стороны там вот решили в один день это редкий случай вы все равно инициатор но все-таки залог успеха в чем счастливые браки на чем они должны основываться ну вообще взаимные интересы должны быть смотреть в сторону я люблю там ездить на мотоцикле если я люблю там топить машин в грязи трофи рейда называется там весь я люблю там на гитаре когда играют хотят сам не играю в чем-то должны пересекаться интересы если жена году и это дурак у меня опять там поехал машину топить а завтра на мотоцикле но есть ну нет единство ну какой-то брак тогда когда она у меня сзади на мотоцикле даже беременная да и это интересно и я очень научился отличать что действительно ли это интересно или она вот так хочет подстраиваться фальши здесь не прокат и поехать там в леса и поучаствовать там в каком соревновании интересном на том же там внедорожнике если она с тобой она единой и опять же если ты един с ее интересами то вот это наверное это первое слагаемое успешного брака остальное уже все приложение допустим как сколько проводишь времени это тоже влияет вот как вы говорите постоянно на работе на есть некоторые у нас пивом чипсами на диване лежат очень много дом в риме проводит вот комментарии на упресс пишет там анонимные да и что от этого плюс какие-то семья что от лежащего на диване работы пусть идут лучше тут не вопрос времени вопрос сколько ты души туда вкладываешь семью прежде всего деньги это уже второе если ты душ вкладываешь что и второй будет если на диване не лежишь лучше в нашем мире это не советский союз намного больше возможности заработать чем это тогда было я все-таки полжизни там прожил и поработать успел еще при советском союзе знаю как она была сейчас возможности гораздо больше и все это нытье это не оправдание мужчине а вот сейчас пойдут вопросы от моих подписчиков как относится разведенные люди к поговорке первый муж от бога второй от народа третий от черта также в отношении жены понятно что выходя замуж женясь все думают что этот партнер на всю жизнь на жизнь складывается иначе у меня другая поговорка и самый крепкий брак это четвертый последующий это шутка но если серьезно да ну я бы хотела чтобы второй брак был окончательно на все на это то есть нет такого у меня нету мысли чтобы второй третий и так далее мне кажется это хорошая установка когда ты выходишь замуж или женишься в последний раз ну в голове у себя ты это держишь иначе это как брачный контракт то же самое я выхожу замуж заведомо думаю что возможно будет кто-то другой он может быть и будет но не нужно думать об этом сразу мне вот интересно в отношении вас тогда получается четвертый брак он тогда от кого я бы не стал зарекаться никогда потому что обжигался тоже и каждый раз думаю что это последний ну и иногда мы становимся рабами каких-то обстоятельств вот как я вопрос там переезда моего ну так получилось а вот сейчас вы четко уверены что это в последний раз или у вас тоже нет на этот счет иллюзий я уверен четко главное чтобы и обстоятельства все складывались так как мы обоим и тем более я уверен и та сторона тоже должна быть так же уверена я же не один бракет а вот вообще какие-то ошибки из прошлых браков они ликвидируются все учтены уши у меня тогда теперь я почему и с любимой работой расстался это как раз это была одна из ошибок это мое полное отсутствие вообще в домашней жизни а вот еще следом вопрос как сохранить добрые отношения после развода что нужно сделать для этого может быть вы расскажете мне кажется не знаю даже как сказать может не лезть в жизни друг друга не пытаться что-то узнать я не знаю даже честно не знаю вопрос немножко непонятен для меня когда мы развелись цивилизованно и нормально у меня нет даже ответа на вопрос как это сделать это просто под было само собой как бывает такое что люди разводятся а потом начинать да вот он такой сикой он делал так и не так и начинается не без этого когда люди же сплетничают и спрашивают а почему а как а что а где а правда он так дело правда он так то есть такой момент может быть просто его нужно как можно быстрее пройти и сглазить и не вспоминать уже об этом не знаю со мной точно никто не сплетничал то же все прекрасно знают чем я отвечу что моя личная жизнь и это не ваше дело занимается своим вот это уже свои проблемы сами решили я не знаю там моих бывших женщин тут что ну может кто-то что-то спрашивал не знаю как они это какой там создавали фон у нас как бы но у вас получается доброе отношение со всеми каких-то проблем совершенно не было вот и правильно вы сказали что все зависит от того как мать настраивать своего ребенка как он будет вести у папы с его там новой женой это тоже очень важно как она и вообще на отца настраивать я вот очень благодарен всем матерям моих детей за то что они именно вот в правильном русле их настраивать что папа для нас все то есть в этом направлении должны работать оба делал как мама такого можно и он такой же ваши родители он тоже очень много тратит на вас сил хоть вы может каждый день то этого и не видите то есть от женщин зависит наверное в этом воспитании детей намного больше чем от мужчин а эти можно же наоборот там вам четно шептал папа четно шептал и что у ребенка в голове а потом ему же не можешь с этим жить и муж тоже кому-то замуж выходить кому-то жениться то есть у них тоже какие-то примеры должны быть а вот смотрите у меня также был на вопрос даже не то чтобы вопрос как мы вот на это смотрим то есть у моей подписчицы есть муж у этого мужа есть бывшая жена и бывшая жена постоянно лайкает фотографии в инстаграм причем у них нет общих детей казалось бы нет никакой связи муж это говорит что это с ее страны просто ну как бы уважение ко мне ей это не нравится она об этом постоянно ему говорит но тем не менее эту связь он не прерывает вот здесь вот если повод для беспокойства но вот я честно говоря лайкаю фотографии бывшего мужа и как бы не вижу в этом ничего не подписаны друг на друга с другом мужем глупость какая-то у меня все подписаны все лайкают я тоже всех лайкаю если там мама моих детей с моими детьми чего там плохого то если там вот нет детей если там вот зачем лайкаться там парк который художницы там ее картины я вижу конечно я лайка даже иногда перепосты делаю если мне картина понравится что там так вот потому что все люди в одном мире живем зачем все мы жили вместе там давайте закроем глаза все мы друг друга не знаем еще дать на улице мимо пройдем и не поздороваемся здорово но вот еще такой вопрос тоже подпиши которую ты любил обнимал да вы вместе наслаждались жизни вдруг мы друг друга не видим мы чужие стать так не бывает даже не вопрос там дети не дети вы все равно жили одним целом какой просто засыпку только честно это вопрос от подписчиков а был ли секс с бывшим мужем или женой ну нет а зачем нет а зачем это уже лишнее да не укладывается ни в какую мораль хотя можно сказать что и весь а все последующие то браки тоже наверное не совсем укладывается в какие-то там библейские заповеди нормы да да но все равно из двух зол всегда нужно выбрать наименьшее все равно мы грешим все равно мы грешны никуда мы от этого не денемся где-то даже может быть не в действии где-то даже может быть в помыслах мы грешны но как-то нужно стараться минимизировать это можно еще последний вопрос спрошу мне вот сейчас вот даже прям сразу всплыл а если какая-то взаимосвязь в браке то есть вот допустим сначала год все хорошо эйфории второй год как бы еще нормально а вот допустим после третьего начинаются проблемы или начинается быт и любовь угасает если какая-то тенденция или все каждый раз по-разному ну нынешний быт я же уже приводил пример он но он не может по идее мешать отношениям ведь не на речку ходит стирать об эту доску белье то его просто кладут машинку и вынимает то есть он не занимает сейчас только время пеленки тоже не кипятят и подгузников уже давно нет есть памперс то есть эта часть облегчена не может сейчас бытовуха давить на брак ну а какая-то тенденция есть допустим что все равно любовь угасает есть вот этот момент или что я вам скажу так можно даже экспертов пригласить они научные обоснования этому дадут что любовь угасает она не любовь угасает что чувства они же меняются и даже организм там какие-то вещества в нем вырабатываются потом они перестают но одно всегда должно перетекать другое то есть есть какие-то следующие этапы там взаимных интересов и так далее дети внуки а вот возможно ли в одном браке прожить всю жизнь без измен вот возможно 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 да это особо касаемо мужчин мне кажется женщины в этом плане спокойнее мужчины все таки они охотники у них есть этот инстинкт я не изменял тем женщинам с которыми я жил это вполне возможно но вот у меня просто многие подруги разочарованы в этом плане я всегда им привожу примеры для меня всегда папа пример и я знаю что у меня папа никогда маме не изменял вот он такой человек у них вот действительно вот такая любовь если у тебя не складывается если тебя не устраивает та женщина с которой ты же должен жить по честному да что бегать то есть все таки счастливый брак имеет место быть это возможно это реально все зачем она зависит я вам скажу честнее четыре раза жениться чем бегать от жены куда-то да вот это кстати вот намного честнее это вот из двух зол выбрать наименьшее то грех и это грех но для меня это меньше грех чем твой это так по крайней мере честно потом я с ней лягу в пассивку и глаза буду смотреть когда я там где-то у кого-то был и зачем согласна что вы пожелаете нашим зрителям в семьях которых сейчас проблемы может быть они разведены может быть они на пути к этому у них вот в отношениях сейчас вот реально проблемы они не знают что им как дальше жить что делать ну я пожелал как бы странный женщин да для женщин я пожелала бы сесть подумать действительно о том что происходит и нужно ли менять или нет я для себя просто все время приняла решение что несчастливая женщина счастливого ребенка не может воспитать а в браке я была несчастлива поэтому я думаю что нужно против взвесить все за и против если правда нет детей то зачем кривить душой и друг друга терпеть если действительно можно развестись и быть счастливыми раздельно если есть дети подумать о том как будет лучше ребенку честно я думала будет как будет лучше моей дочери чтобы она не видела скандалов еще чего-то зачем ей это нужно она видит сейчас счастливую маму успешную она видит папу постоянно я думаю что лучше так чем вот мы бы жили сейчас вместе возможно продолжали ругаться и она бы видела жила в несчастливой семье сейчас ну вот правильный пример то есть женщина в браке несчастлива мужчина куда взлетит тогда сделаем то то есть кто стимул для мужчин всегда женщина была бы посмотреть всех великих да какие же у них были и как они их вели это тоже очень важно поэтому я что могу посоветовать и ну если нет никаких разумных возможностей по дружески цивилизованно и сохраняйте нормальные человеческие отношения до конца всех своих жизней там не знаю кто раньше ее закончить земную жизнь и не надо там бояться какие то там лайки не лайки будьте людьми и все смотрите на все проще тем более вы когда-то там были близкими людьми но я вот тоже хочу сказать что если хотя бы два человека все-таки готовы решать эти проблемы там не за обратиться к психологу они не готовы вот именно сейчас развестись а готовы пройти через эти все трудности то надо стараться все-таки надо стараться сохранить вот этот какой-то семейный очаг вот это не за вот этот свет а если все-таки один из супругов уже не идет на встречу стучаться в закрытую дверь бесполезно поэтому все должно быть обоюдно нужно в любом случае какое-то решение принять обоюдно мы даже сверху видели прекрасный пример да ну вот когда отношения заканчиваются люди цивилизованно расторгли брак и как об этом сообщили публично уж ничего страшного в этом нет конечно не когда люди воспитаны и когда люди понимают что не поэтому ничего не бойтесь все у всех будет хорошо главное все-таки решать уже эти проблемы они вот тащить этот воз на своих плечах да как чемодан без ручки всем всем счастья любви семейного благополучия пожелаем спасибо все мы с вами прощаемся увидимся с вами в следующей передаче надеюсь вам с нами было интересно пока пока у 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